Весёлая компания Давайте вместе с вами вспомним их, ответив на вопросы викторины по произведениям Сергея Владимировича Михалкова. Какое слово ненавидел мальчик в одном из стихотворений Сергея Михалкова? Кушать, спать, читать, гулять. Спать Я ненавижу слово спать. Я ёжусь каждый раз, когда я слышу марш в кровать уже десятый час. Как звали маленькую собачку в стихотворении Сергея Михалкова «Беглянка»? Чебурашка, Филя, Каштанка, Муму. Чебурашка С каким растением автор сравнил мальчика, который растёт, боясь мороза, у папы с мамой на виду? Роза, мимоза, крапива, берёза. Мимоза Мимоза Каланча Мальчику найти маму Помог бабушке перейти дорогу Помог бабушке перейти дорогу Что променял бы герой стихотворение «Прививка» на добавочный укол? Билеты на футбол Билеты в кино Килограмм конфет Футбольный мяч Билеты на футбол Если только кто бы знал бы, что билеты на футбол, я охотно променял бы на добавочный укол. Какое качество высмеивает автор в стихотворении Фома? Упрямство, лень, ложь, злость. Упрямство Упрямство Мороз И стихотворение «Сила воли», «Прививок», «Собак», «Отвечать у доски», «Спать в темноте». Я откровенно признаюсь, что в темноте я спать боюсь. Какую фразу никак не мог написать герой стихотворение «Чистописание»? Мама мыла раму, мама мыла раму, Маша кормит куклу, дает корова молоко, на лугу пасутся козы. Дает корова молоко Писать красиво нелегко, дает корова молоко, за буквой буква, к слову слог, ну хоть бы кто-нибудь помог. Какую температуру удалось надышать герою стихотворения «36,5»? «37,5», «37,2», «37», так и осталось «36,5». «37,2» Прекрасно! 37,2, уже кружится голова, пылают щеки от стыда. Ты не здоров, мой мальчик? Да. К чему призывает детей автор в стихотворении «Одна рифма»? Учиться на отлично, не обижать малышей, уважать старших, защищать животных. Уважать старших. Какой проступок щенок-трезор не совершал? Разорвал на кукле платье, уволок туфли в коридор, загнал кота под кровать, оторвал мишке уши. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсти клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок, под кровать загнал кота, кот остался без хвоста. Кто основал лесную академию? Таракан, майский жук, муравей, стрекоза. Майский жук. Как-то летом на лужайке очень умный майский жук основал для насекомых академию наук. Я к вам обращаюсь, товарищи дети. Полезнее книги, нет вещи на свете. Пусть книги друзьями заходят в дома. Читайте всю жизнь, набирайтесь ума. Сергей Михалков Субтитры создавал DimaTorzok